Пока на сцене Южного Мола национальный ансамбль танца в войнах демонстрировал культуру северокавказских народов России, участницы этнографической выставки из Индонезии знакомились с русской культурой. Заинтересовали гостей платки, сарафаны, которые можно было здесь же и примерить, но когда в руки попала тряпичная кукла, захотелось спеть колыбельную на своем родном языке. Этнографических павильонов здесь было представлено несколько. Каждая страна Бруне, Филиппины, Малайзия стремилась показать свои предметы народного творчества и декоративно-прикладного искусства. Министр культуры России Владимир Мединский познакомился с куклой из Таиланда, принцем Ханамом, который в свою очередь остался благодарен за оказанное доверие. Вообще повсюду царила атмосфера дружбы и какой-то искренней радости друг к другу. Художник из Малайзии наносил на батик яркие краски, тем самым дарил всем присутствующим частичку красоты своей страны. Я приехал из страны, где много экзотических цветов, и я хочу передать эту красоту здесь, в России. Не остались без подарков и зарубежные гости. В России супруге премьер-министра Лаоса мадам Нали подарили русскую матрешку. Сначала гостья подумала, что ей дали матрешку просто рассмотреть. Сопровождала делегацию жен глав государств и правительства Сиан супруга главы Сочи Елена Пахомова. Все очень приятные женщины, все настолько внимательные. И вообще они нам просто дороги, как наши гости в нашем городе. В Сочи, конечно, очень понравился гостям из стран Асиан. Много солнца, тепла и всего необычного. Например, на берегу Черного моря можно было наблюдать, как работает мастер театра Де Арте. Это ковка простого сувенира в виде улитки. Это очень красивый город, здесь гостеприимные люди. Мы очень горды, что приглашены на этот фестиваль культур России Асиан. Участники фестиваля пообещали еще раз приехать в Сочи. А завершилось совместное культурное мероприятие большим вечерним гала-концертом здесь, на площади у Южного Мола. Галина Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.